Если нет вопросов, спасибо, что пришли. Как правило, сначала не раскачаешь, потом не остановишь. Давайте, не стесняйтесь, любой вопрос. Шутливый тон для того, чтобы настроить жителей села Матвеевка на разговор. И первым вопросом, который сельчане решили открыть встречу, стали дороги. Не внутри поселковые, а подъездные. По словам сельчан, даже маршрутная газель отказывается ездить в направлении Матвеевки. Все меня поддержат, дороги у нас. Подъездная дорога. Не в селе, а именно подъездные дороги. По словам Илана Чепрасова, сколько бы денег не выделили на ремонт дорог, их все равно не хватит. Поскольку на эти цели средства не выделялись десятилетиями. Поэтому вы на своем сходе вместе с своими руководителями должны все-таки определить, понимая, что теперь с этого года у вас деньги окрашены, мы их так называем. Их нельзя ни на что другое потратить. Если раньше закон позволял нам использовать этот ресурс и губернатору в том числе, он имел возможность залезть в карман от дорожных денег, там на зарплату не хватает или еще на что-то. Теперь закон этого не позволяет. То есть приняли такое решение, которое говорит о том, что эти деньги, которые мы платим с акцизов, они должны идти только на ремонт и строительство дорог. Одна из концепций, чтобы мы эти дороги сделали как можно быстрее, чтобы в летний период уже по отремонтированным дорогам вы двигались, передвигались, перемещались. Поэтому задача поставлена, чтобы территориальное общественное самоуправление в каждом населенном пункте до середины февраля уже определило, где какие дороги и что делать. Где гридировать, где ливневки делать, где щебенки отсыпать, где ямочный ремонт делать, где сплотное покрытие. Как часто бывает на подобных встречах, Иван Васильевич перешел от частного к общему. От вопроса по подъездной дороге к Матвеевке к ремонту переданных дорог во всем районе. По словам главы БМР, сейчас строгий спрос на качество дорожного покрытия с подрядчиков. И прошли те времена, когда строители укладывали асфальт осенью, а весной его смывало. В качестве примера Иван Чепрасов привел улицу Набережную Леонова, которую ремонтировали каждые три года. Но после качественного ремонта покрытие держится уже пятый год. Значит, мы можем делать хорошие дороги с хорошим качеством и по нормальной цене. Но нужно дать возможность добросовестным подрядчикам выигрывать аукционы, и делать добросовестные, и следить. У нас также в этом году есть все возможности привести в нормативное состояние все дороги, которые нам передали. У нас есть техника, своя техника, муниципальная. Вот за эти пять лет мы достаточно серьезно усилились. Ну и часть техники вы нам передали, дорожной. Учитывая ваш объем, она простаивала, а у нас все-таки весь район немножко другой подход должен быть. И он поменялся. Но если говорить точно, то у нас сегодня дорожные техники порядка 100 единиц. Муниципальные, наши с вами. Поэтому мы имеем возможность уже за счет собственных средств, за счет собственной техники приводить в нормативное состояние дороги. Поэтому я считаю, что в 2017 году состояние дорог кардинально изменится. И вы это увидите и почувствуете.